Девушки отдыхают Соревновательный день для Романа и Софии Стал достаточно сложным Рома понял, что ему достался серьезный соперник И борьба легкой не будет А по итогам двух игр По-прежнему лидирует Рома Но самое интересное еще впереди Что ж, первый наш конкурс Тема, как и вчера Разговор будет идти о правилах дорожного движения Для детей Ответ на мой вопрос, ребята, находится на стенде У каждого из вас свой Вы правильный ответ находите И на скорость приносите мне Правильный ответ фишка Плюс еще одна фишка тому, кто справится с заданием быстрее Ясно? Стартуем только после того, как я закончу читать Белый треугольник Красная кайма Чудный паровозик с дымом у окна Этим паровозиком правит дед-чудак Кто из вас подскажет? Что это за знак? Так Вот как Софишка, ну Невнимательно ты слышала меня Совсем про дымок я говорила Про паровозик А ты мне велосипедик принесла Ром, что это за знак? Как ты думаешь? Знаешь ты, как он называется? Да Дорожка для паровоза А если быть точнее То железнодорожный переезд Правильно, Ром Справился быстро и правильно Держи две фишечки Вот, одна уже полетела К тебе еще одну кладу Внимательно слушаем второе задание Знак повесили с рассветом Чтобы каждый знал об этом Здесь ремонт идет дороги Берегите свои ноги Так Все летит Поднимай самолетик свой И присаживайся, Ром Присаживайтесь Ребята У нас в нашем задании втором Шла речь о дорожных работах Ром, вот что здесь у тебя Вот может тебе напомнить Подсказать, что дорожная работа По-моему, ничего Ошибся ты, Ром А у тебя тоже, Софья Неправильный ответ Ребят Здесь разгадка дорожной работы Значок Я вам сейчас покажу какой Вот этот, мои хорошие Вот он Вот, здесь сразу видно конкретно Что вот дядя Лопатой Землю копает Вот, ребят Запомните, пожалуйста Вот этот знак Обозначает дорожные работы Да, это, пожалуйста, верните На стенд Вдруг пригодится Ой, точно Так, Рома, ждем тебя Быстрее Слушаем далее Предупреждает этот знак Что у дороги здесь зигзаг И впереди машину ждет Крутой Дальше Вы продолжаете Так Рома Ты ответил на мою загадку Абсолютно правильно В моей загадке шла речь Об опасном повороте Вот как раз именно этот знак И является разгадкой Молодец, Рома Быстро и качественно То бишь правильно Две фишки твои Держи Держи Софишка, присаживаемся И слушаем внимательно Последняя Последняя загадка Красный круг А в нем мой друг Быстрый друг велосипед Знак гласит Здесь и вокруг На велосипеде проезда нет Так Софишка Про велосипед шла речь Про велосипед Моя девочка Да, Рома ответил Абсолютно правильно Знак этот обозначает Езда на велосипедах Забрещена Запоминайте, хорошо? Софья, мы не расстраиваемся Готовимся к следующему испытанию А вернее, готовимся Ко встрече С нашей знакомой Тетей Катей Внимание на экран Софишка Поворачиваемся И слушаем внимательно Тетю Катю Ребята, здравствуйте Сегодня уже наша Третья встреча И говорить мы сегодня Будем вот о чем На улице становилась Хорошая погода И можно играть С друзьями в прятки Кататься на роликах И на велосипеде Но двор Это общественное место И он может скрывать В себе различные опасности Так что необходимо Соблюдать определенные правила Чтобы не случилось беды Ребята, при выходе из дома Обратите внимание на то Что есть ли у подъезда дома Движение транспорта Посмотрите Стоят ли у подъезда автомобили Если да Стоит остановиться И посмотреть Нет ли опасности Никогда не играйте В подвижные игры Рядом с проезжей частью дороги А если во время игры Ваш мяч выкатился на дорогу То лучше попросите О помощи взрослых Не стоит играть На проезжей части дороги Даже во дворе Собственного дома Ребята Ответьте мне на один вопрос А за правильный ответ Кто-то из вас Заработает дополнительную фишку Когда вы двигаетесь На роликовых коньках Или скейтбордах Каким участником дорожного движения Вы являетесь? Так, ребята Ну как вы думаете Каким участником дорожного движения Является Если вы вдруг На роликовых коньках едете? На скейтборде Ну, кто знает ответ? Кто хочет фишку заработать И может это сделать? Ну Тут одно слово нужно сказать, Ром Кем являемся? Ну я вам подскажу, ребята Если не догадываетесь Пешеходами мы являемся В этом случае Пешеходами Пешеход Да Ребята Во всех этих ситуациях Вы являетесь пешеходом И на вас распространяются Все права и обязанности Пешеходов Предусмотренные Правилами дорожного движения Необходимо помнить Что проезжая часть Предназначена В первую очередь Для движения Транспортных средств Пешеход обязан Двигаться по тротуару Пешеходной Или велосипедной дорожке А при их отсутствии По обочине Ребята Сейчас я покажу Дорожный знак Вот он Такой дорожный знак А вы мне скажите Как по вашему мнению Он может называться То, что неправильно Гулять на дороге Этот дорожный знак Называется Жилая зона Он подсказывает водителям Что во дворе Им надо быть бдительными И осторожными Соблюдать скоростной режим И парковаться Только там Где это разрешено А пешеходов Он информирует О том Что они имеют преимущество Им разрешено Двигаться по тротуарам И обочинам Правда При этом Не должны препятствовать Движению автомобилей Ребята Мне пора прощаться Завтра финал Мне надо подготовиться Вам я желаю Успеха в игре И безопасности в жизни У меня есть для вас Ребята Последнее испытание Я буду читать вам Утверждение А вы Если согласны С этим утверждением То поднимаете Зеленую карточку Если не согласны Если неправду я скажу То поднимаете красную Держите Ребята Задание на скорость То есть Если знаете ответ Быстро поднимайте Не забудьте Здесь у тебя Софья красная Здесь зеленая Это бывает Знаете дети путают Начинают вместо красной Поднимать зеленую Будьте внимательными От этого зависит Правильность вашего ответа Итак Слушаем первое утверждение Ко мне Карточки поворачиваем Ко мне Чтобы я видела Что вы поднимаете Рома разворачивай Вот так И слушаем Играть в подвижные игры На проезжей части Можно Играть в игры На проезжей части То есть там Где ездят машины Можно Нельзя конечно Рома Ни в коем случае Софья Ты ответила правильно И сделала это быстро Поэтому ты зарабатываешь Две фишки Ромочка Ты будь внимательна Проезжая часть Это то место Где ездят машины Ни в коем случае Там играть нельзя Итак Второе утверждение Даже если я на роликах Я все равно Пешеход Ты ответил правильно Ребята Детя Катя Говорила о том Что даже если мы на роликах Мы все равно Пешеходы Рома молодец Правильный ответ Быстрый Поэтому две фишки твои Держи Третье утверждение Ребята Будьте внимательны Проезжая часть Предназначена В первую очередь Для движения Автомобилей Софишка Долго колебалась Но все-таки Ответила правильно Но Рома сделал это Быстрее Правильно ответил Поэтому Ромка Две фишки И Софишка Одну Молодцы И последнее утверждение Ребята Слушаем Пешеход обязан Двигаться по тротуару Пешеходной Или велосипедной Дорожке Правильно Ребята Одновременно И правильно Каждый по фишке Молодцы Ну что На сегодня Мои испытания Закончились Для вас Давайте посчитаем Сколько фишек Сегодня вам удалось Заработать Раз Четыре Два У Софишки Четыре И Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Завтра у нас Финальная игра Которая точно Определится Сейчас еще Абсолютно рано Делать выводы Кто все-таки В итоговой игре победит Но в любом случае Я же вам обещала Что подарок Получит каждый из вас Ребята До завтра Пока-пока Пока-пока Одежда для ведущей Предоставлена Магазином женской одежды Бурвин Проспект Ленина 51 Редактор субтитров А.Семкин